Вики-арбономики – это руководство по началу работы с проектом. В целом, вики, документация, гайд – это очень важная часть развития в любом проекте. Ну вот, посудите сами. Практически любой крипто- или блокчейн-проект, с которым я лично знаком и думаю, что вы, начинался с обсуждения белой бумаги. Белая бумага – это чертеж, идея, мысль, изложенная таким образом, чтобы иметь максимальную связь с окружающим миром, ну, как происходит с написанием научных статей, к примеру. Конечно же, в моменте, пока проект не перешел в стадию разработки и даже на этапе ранней разработки, обсуждать что-то кроме бумаги и того, что вокруг бумаги образовывается, обычно не имеет смысла. Первое время, до начала и этап, так называемый hard development, или когда идет сложная, тяжелая разработка, проектирование архитектуры, первые пруфов-концепты, код не так важен и не так он интересен в том, чтобы попробовать. Но в какой-то момент в истории любого проекта наступает альфа-версия, и с этого периода не бумага становится точкой притяжения. Проект переходит в стадию 2 или делает новый виток. Я его обычно ассоциирую с появлением на сайте проекта кнопки Getting Started. Вспомните, когда появился эфир, на моменте ICO, например, я помню, интернет-сайт выглядел как, можно было скачать собранный пруфов-концепт эфировского клиента, но ты видел консольные сообщения, мало что понимал, видел YouTube-ролик, где несколько основателей проекта рассказывали, и дальше ты уже принимал решение, изучая бумагу. Когда эфир запускался в середине лета 2015 года, если вы заходили на интернет-сайт, то вы увидели уроки, несколько уроков последовательных по установке клиента, по созданию аккаунта, по майнингу и попытке создать умный контракт или отправить транзакцию. Это и есть тот самый Getting Started, который можно сегодня найти и на других проектах, таких как EOS и Tezos. В скором времени, я уверен, что из полка ДОТ так случится. В моей личной, и думаю, что для многих схожей градации развития этапов, вторым важнейшим этапом после публикации бумаги является появление Вики. По этой причине я в этом году делаю большой акцент внимания на совершенствовании развития данного раздела. Появление Вики не означает, что проект переходит в стадию 1.0, то есть это продакшен. Наоборот, Вики имеет смысл уже создавать в тот момент, когда интересно привлекать первых ранних разработчиков. Ну, потому что в любом случае сопровождать их работу нужно, и лучше бы сопроводить ее через документацию, которую эти же разработчики помогут сделать лучше. Соответственно, проходя уже с некоторыми наработками документации с 2019 года, в истории робономики первой документации, первую попробовать в работе робономику можно было уже год назад, акцента мы не делали на, соответственно, документации. Мы все-таки продолжали развивать, и происходило много изменений в индустрии. Мы сами изменялись, и, соответственно, в этот момент не хотели мучить ранних адаптеров, ранних последователей в сообществе тем, чтобы научить их работать с платформой робономики по одному взгляду и уже через полгода перейти к другому. Сейчас я лично вижу, что взгляд на робономику, как из эфироцентричного проекта Web3 Framework для робототехников, он случился, теперь робономика получила сценарии использования. Мы прошли этапы R&D, где использовали IPFS отдельно, отдельно эфириум. Сейчас мы попробовали Substrate, готовимся к Polkadot. Есть понимание того, что может образоваться общая цельная картина, как должна выглядеть вики или инструкция по применению робономики на ближайший год, а может быть и больше. Соответственно, в данном видео я и хочу дальше коротко пройтись по нескольким пунктам. Getting Started – кнопка на сайте уже робономики есть, и она ведет на wiki.robonomics.network. Здесь на первом экране можно будет увидеть раздел Getting Started, где показывается указатель и общая схема, сдублированная с интернет-сайта, как в целом и концептуально выглядит робономика. Обратите внимание на этот раздел, где с одной стороны показан ДАПП, посередине робономика, и с правой стороны показан робот как услуга, и между ними есть стрелочки подписанные. Это несложная схема, но она концептуально важна, и раз она несложная, с ней можно посидеть минутку, поразбираться, и в действительности появится, закрепится скорее даже, какое-то понимание о робономике и процессах, которые она обеспечивает. В следующий момент в Getting Started вы найдете для себя указатель за ответственность пользовательским сценарием. Мы выделяем на сегодняшний день несколько групп пользователей робономики. Первые – это пользователи сервисов на базе робономики. У нас уже запущено несколько сервисов, их можно найти в ДАПП, робономики в разделе «Сервисы», и можно посмотреть, как они использовались в работе за 2019 год на YouTube-канале робономики. И в ближайшее время мы будем продолжать развивать этот раздел. Это раздел, который образуется в рамках прикладных R&D, когда к нам поступал запрос на то, чтобы попробовать что-то сделать в робономике, и мы понимали, что получившийся результат, он имеет некоторую долю обобщения или абстракции, которая может превратить результат в общественный или полезный большему количеству людей, чем нежели запрашивающий проведение R&D. Следующий момент, точнее, следующая группа пользователей – это разработчики ДАПП. Если вы знакомы с таким словом, как Web3.js, если вы пробовали создавать какую-нибудь дабку на эфире или же на другой платформе, то Welcome! Саша Старостин за прошлый год создал и уже, в принципе, прошел несколько этапов шлифовки Arbonomics.js – это как раз библиотека, позволяющая работать с арбономикой из ДАПП. То есть можно, если вы разработчик ДАПП и хотите создать интерфейс доступа к автоматизированным услугам вендинговых автоматов по городу, 3D-принтеров на станциях метро или любых автоматизированных систем, автоматизированных сервисов, то, соответственно, Arbonomics.js и раздел Wiki, посвященный тому, как использовать Arbonomics.js, вам поможет. Следующая группа – это инженеры, кто занимается робототехникой. Для них, наверное, больше всего есть сложно-технический раздел в разделе Learn. В самом конце Wiki можно найти довольно много полезных для инженеров, знакомых с ROS, материалов и попробовать с ними поиграться. Соответственно, если вашей задачей является подключить сенсор к ДАПП, построить межмашинную коммуникацию с использованием умных контрактов, подключить робота под контроль децентрализованного компьютера Ethereum или Polkadot, попробовать построить сенсорную сеть поверх IPFS, то вам, соответственно, через Getting Started в раздел для робототехников, и там можно будет найти для себя ответы. Четвертая группа – это провайдеры децентрализованных сетей. Так как Arbonomics – децентрализованная сеть, мы обеспечиваем ее работу, то есть не разработчики закупают мощности в облаках. Наш код, как по примеру с биткоином и эфириумом, должен запускаться на независимых провайдерах. Соответственно, мы, Wiki, для них отдельное уютное местечко, не перегруженное, надеюсь, будем развивать и создавать в течение 2020 года. Дальше, если вы пойдете по Wiki, то вы встретитесь с разделом «Попробуйте» – «Try it out». И здесь есть три простых урока, построенные в следующей последовательности. Первый – это прямая демонстрация. Очень, мне кажется, логичным начинать с какого-то прикладного, но очень простого эксперимента. Таким экспериментом стал один из уроков прошлой зимней школы 2019 года под названием «Измеряем погоду на горе Фудия». Мы подключили сервис, который обеспечивает работу этого сервиса или агента в сети, мы сами разработчики робономики, который берет из открытых источников данных информацию о погоде на горе Фудияма. И при этом есть в разделе «Сервисы» возможность перейти на интерфейс, с которого любой абсолютно пользователь, имеющий метамаск и раздел этот не требует ни эфира, никаких других токенов по умолчанию, позволит вам сделать запрос в сеть робономики «Погода на горе Фудияма». Наш агент AIRA увидит этот запрос, соберет данные, упакует их в IPFS и пришлет вам через интерфейсы проекта. Вы тем самым увидите, как в целом происходит коммуникация человека с машиной через робономика в самом простом сценарии, когда вам ничего абсолютно не нужно делать, кроме как установить плагин метамаск, и, скорее всего, он у вас и так установлен в одном из браузеров. Пробуйте, смотрите, как выйдет ДАПП робономики, посмотрите, как может выглядеть автоматизированный сервис, ну и узнайте, какова погода на горе Фудияма сегодня. Второй урок – это обзорный урок по ДАПП робономики. То есть, если сейчас открыть dapp.robonomics.network, то первым экраном вам выведется статистика, над которой тоже нужно, конечно, работать. Но там есть немного сложных данных, сложных в том смысле, что если вы не сидели над бумагой, как я и еще 5-6 человек на планете Земля, то вам понять, что значит winner from gas или количество запусков роботов с помощью эфировского компьютера или утилизированный газ, вам будет, наверное, довольно сложно. Вот чтобы не заставлять перечитывать всю бумагу от корочки до корочки, нам нужно было где-то показать обзорную часть ДАПП, и это, наверное, опять же, хороший второй урок по усложнению, потому что не требует ничего, кроме как, опять же, браузера с метамаст-плагином на вашем компьютере. Сначала вы попробуете арбономику в действии, запросив данные о погоде с горы Фудияма у агента Аиры, который поддерживают разработчики. А на втором шаге вы перейдете к обзору в целом ДАПП, которым вы воспользовались, и немножечко разберетесь с теми параметрами, которые выводятся относительно сети. И уже на третьем шаге мы предлагаем установить Аиру, виртуальную машину, VirtualBox, и это тоже не больно, это не сложно. С такой задачкой может справиться абсолютно любой DIY-щик, гик, инженер, студент 2-го, 3-го курса прикладной специальности. После чего этот раздел Try It Out, он заканчивается тем, что дальше переходит в разделы кейса. Мы подумали, что уроки абстрактные, хотелось бы их в документации содержать по минимуму, чтобы их было минимально необходимый набор. Может, сейчас их три, как я сказал, может быть, будет четыре, пять, но они будут короткими, и, я надеюсь, очень простыми. И после этого мы не хотели делать, опять же, абстрактные, усложненные уроки. Мы подумали, что на основании проведенных R&D надо уже дальше направлять человека в более конкретный сценарий применения робономики, который им будет ближе. Ну, например, сейчас мы также подобрали три основных урока в разделы кейсы, но уже прикладных. Первый – это построение открытой сенсорной сети поверх IPFS с помощью робономики. То есть, если вы, например, хотите поставить гражданскую сенсорную сеть экологическую или шума, или ЖКХ, то робономика вам поможет сделать это бесплатно. Условно бесплатно стоимостью кабеля в вашей квартире и тех мощностей, которые вы сами купите без расходов на внешнюю инфраструктуру или покупку другого программного обеспечения. И пример второй из раздела кейсы, он описывает сценарий, как на основании данных от IT-устройства происходит потребление инструмента зеленых финансов. И этот сценарий, он универсален. По его примеру, можно попробовать сделать абсолютно любой сценарий, где, ну, например, бензинговая машина оценивает ваш залог и выпускает, отдает вам дай токены, например. И третий сценарий, это сценарий работы с нашей реализацией на Substrate Polkadot, механизм, как можно сохранить данные в IPFS и положить хэш данных в Chain на Substrate. Этот сценарий полезен будет, в первую очередь, наверное, для того, чтобы больше познакомиться с субстратом, потому что не так много сейчас от сообщества примеров. И второй момент. По нашему предположению, использовать Polkadot и Substrate, скорее всего, будет дешевле, чем эфир 1.0. Я думаю, что многие с этим даже сейчас до запуска Polkadot могут согласиться. Мы понимаем, что эфировские сценарии применения в робономике, они должны быть больше связаны с финансовыми инструментами, с чем-то из мира decentralized finance. И это может быть еще связано с DAO. Сценарий с DAO на эфире тоже будет добавлен со временем. Когда нам нужно заиспользовать распределенный реестр для каких-то задач, кроме финансов и DAO, мы сейчас думаем, что в таких случаях мы будем больше делать акцента на применение Substrate и Polkadot. Соответственно, если нам нужен чейн, который должен себе хранить слепки хэшей из IPFS по данным от тысяч датчиков, мы бы не хотели бы использовать для этого эфира с ограниченным потолком в газ и высокой стоимостью транзакции. Ну там в доллар-полтора, что сейчас на робономике получается. Для этого мы думаем использовать Substrate. Но если же вам необходимо сделать финансовый инструмент, связанный с IoT-устройствами, то я думаю, во многих случаях один доллар за использование этого инструмента на готовой платформе, как эфира, вас устроит. Так мы в робономике и подошли. Соответственно, раздел Cases при запуске Wiki будет сойти с трех примеров, чтобы три возможности робономики использовать IPFS в связке с IoT-устройством роботом, чтобы использовать децентрализованные финансовые инструменты и DAO на базе эфира. И использовать распределенный реестр с повышенной пропускной способностью и низкой ценой транзакции для сохранения различных слепков данных, логов операций роботов, исполнения сервисов, хэшей от сохраненных данных от сенсорной сети. Вот здесь мы видим Substrate или Polkadot. Раздел кейсов, я вообще думаю, что будет самым динамично развивающимся, потому что если в Wiki посмотреть, есть раздел еще выполненный нами R&D, и там есть список из сейчас на сегодняшний день состоящих 13 исполненных разработчиками R&D проекта вокруг робономики. И каждый из них мы потихоньку хотим переносить в кейсы, если проверять, конечно, на актуальность и полезность для сообщества. Я думаю, что раздел этот вырастет за год до 10 примеров, и он будет, так скажем, примером нишевых применений для фермера, для того, кто гидропоникой занимается, для того, кто занимается дронами. Следите за обновлениями раздела кейса и ищите там со временем более конкретные сценарии применения. И выстраивайте в себе в голове цепочку, что из Getting Started я пройду три урока, чтобы ознакомиться с робономикой, сразу же прыгну и в конкретный свой сценарий начну делать то, что конкретно мне интересно. И третий важный раздел WikiLearn, обучение, здесь уже для более глубокого прохождения информации, что я имею в виду. Как только в разделе Cases, сценария применения, вы найдете то, что вам интересно, ну, например, построение открытой сенсорной сети по измерению шума в городе, вы попробуйте повторить все, что мы сделали в инструкции. У вас получится, а потом вы, как всегда, захотите, помните, как бриллианты в уроке, крылья, пуговицы, ну, в общем, вы захотите сделать свой тюнинг. И, как всегда, в этот момент встают сложности, что как только ты меняешь одну запятую, у тебя все ломается, и ты не понимаешь, что тебе делать. Для таких случаев, когда ты поменял запятую и не знаешь, что тебе делать, мы сделали раздел более глубокого погружения в робономику. Там справочники, там более сложные инструкции, в общем, все то, что нужно, когда ты хочешь сделать шаг вперед в сторону собственного проекта на базе робономики. Ну, и последнее, чем мы заканчивать Вики хотим, это разделом Contributing. Это раздел, в котором мы соберем информацию о том, как правильно, потому что дело уж не только в том, чтобы было желание, Ну, желание нужно еще умение сделать так, чтобы не переломать и не потратить собственные силы впустую. Для человека, который прошел по документации, у него, например, нет его лично желаемого сценария в реализации. Но он просто учится. Все мы любим иногда помочь проекту, open source проекту, который мы использовали для каких-то даже неполезных задачек дома, как я, например, чтобы контролировать качество воздуха и иметь к этому интерфейс из любой точки мира. Для таких случаев мне хочется пойти в раздел обычно Contributing и посмотреть, как я могу правильно, чтобы не создавать сложности разработчикам, а им помогать, посодействовать развитию проекта. Это, в принципе, все, что сегодня из себя будет представлять Вики на запуске. Подключайтесь к ее тестированию, пишите issue на гите, помогайте переводить, если можете помочь с переводом на какой-нибудь из языков. Ну и задавайте вопросы в чате, в комментариях к видео. Полезные ссылки я, конечно же, выложу в описании к видео на YouTube. Кто смотрел, спасибо.